Ивановский государственный химико-технологический университет присоединился к всероссийскому марафону мероприятий, посвященных 250-летию со дня рождения знаменитого немецкого ученого-энциклопедиста и путешественника Александра фон Гумбольта. Мировая общественность отмечает это событие в России. Торжества проходят под эгидом Русского географического общества. В Академии наук, в Московском государственном университете прошли торжественные заседания, поскольку Гумбольт посещал это учебное заведение. Кстати, он встречался, или лучше сказать, с ним на встречу приходил и Петр Яковлевич Адаев, и Александр Сергеевич Пушкин в Петербурге, и молодой студент Герцен тоже присутствовал на встрече с Гумбольтом. Марафон начался 21 октября и продлится в течение месяца. Среди запланированных для ивановских студентов событий – лекции, выставки, встречи с именитыми учеными, социологические исследования и викторины. Александр фон Гумбольт – создатель таких научных дисциплин, как физическая география, ландшафтоведение, экологическая география растений. Благодаря его исследованиям были заложены научные основы геомагнетизма. Ученый внес значительный вклад в развитие мировой науки, став создателем единого научного естествознания – новой картины мира или физики мира. За широту научных интересов современники прозвали его Аристотелем XIX века или Вторым Колумбом. Естествоиспытатель, географ, путешественник. И путешествие по России далеко не единственное, которое он совершил. Может быть, он не открыл каких-то новых земель, но поверьте, то систематическое представление о минералогии, географии, животных, растениях, которые описание им тех земель, по которым он путешествовал, а это, например, очень известное, очень большое путешествие по Центральной и Южной Америке. И эти сведения были для своего времени чрезвычайно важны для науки. По сути, он был одним из первых систематизаторов в своих научных областях. Кроме круглой даты со дня рождения ученого, есть еще один весомый повод вспомнить о его личности и более углубленно изучить его работы. В этом году исполняется также 190 лет с момента путешествия фон Гумбольта по России.